Слово пятое. О том, что не за Адама мы наказываемся и что мы получим больше благ, чем привнесенный им зол. Вы, может быть, думаете, что слово о господстве совсем окончено нами? Я же усматриваю в нем еще много плодов. Не утомитесь же, прошу, пока не соберем всех их. И трудолюбивые земледельцев, когда видят, что виноградные лозы покрыты множеством листьев и обременены плодами, не только срезывают наружные кисти, но проникают внутрь, загибая ветви, поднимая листья, чтобы под ними не укрылось и малого количества виноградных ягод. Не окажитесь же менее рачительными, чем те, и не остановитесь, пока не получите всего. И это особенно потому, что здесь труд мой, а плод ваш. Вчера винили мы жен, а лучше сказать не жен, но Еву, в том, что она своим грехом ввела рабство. Но жены могут сказать нам, почему же осуждены мы, когда согрешила она. Одно лицо пало, обвинение сделалось в общем всей природе. И рабы могут сказать тоже, почему, когда Ханана оскорбила отца, подверглась наказанию все потомству. И боящиеся начальников могут также возразить, почему это не отданы подвига власти, когда другие жили порочно. Что же скажем всем им? Первое решение всех этих вопросов будет состоять в том, что согрешили предки и своим прислушанием ввели рабство. Потому же потомки своими грехами укрепили введение рабства. Если бы последние могли навсегда сохранить себя чистыми от грехов, то, по-видимому, с успехом могли бы возражать. Но если и сами они подлежат многим наказаниям, то напрасно такое оправдание. Я ведь говорил не то, что грех уже не производит рабство, а то, что всякий грех соединен с рабством и указывал причину в природе греха, а не в различии только греха. Как все неизлечимые болезни ведут к смерти, но не все болезни одинакового свойства, так и все грехи производят рабство, но не все имеют одинаковое свойство. И Ева согрешила, прикоснувшись к дереву, и за это осуждена. Поэтому ты не совершай опять другого греха, может быть более тяжкого, чем ее грех. Это же нужно сказать и о рабах, это же и о подчиненных, то есть, что первые люди ввели грех, а потомки их своими грехами укрепили силу господства. Можно привести и другое объяснение, состоящее в том, что многие, обратившись к добродетели, освободились от господства. И во-первых, если угодно, поведем речь о женах, чтобы видеть тебе, как блаженный Павел, наложивший на них узы, сам же снимает их. Жена, говорит, которая имеет мужа, неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Почему? Откуда, знаешь ты, жена, не спасешь ли мужа? Но как, скажешь, жена может спасти? Уча его, наставляя, приводя к пониманию благочестия. Но вчера ты, блаженный Павел, говорил, что учить женам не позволяю. Как же опять делаешь ее учительницей мужа? Делая это, я не противоречу себе, но совершенно согласен сам с собою. Послушай же, почему он и свел жену с учительской кафедры, и снова возводит на ней, чтобы понять мудрость Павла? Пусть учит, говорит. Он муж. Почему? Потому что он не был обольщен. А не Адам прельстился. Жена, говорит, пусть учится. Почему? Потому что прельстилась. Ибо жена, говорит, прельстившись, впала в преступление. Здесь же наоборот. Если муж будет неверный, а жена верная, пусть учит, говорит жена. Почему? Потому что она не в обольщении, она верная. Следовательно, пусть учится муж, потому что он в обольщении, неверен. Обратно изменился, говорит, порядок учительства. Пусть также изменится и порядок господства. Видишь, как в Писании везде показывает, что рабство есть следствие не природы, но обольщения и греха. Жену вначале постигло обольщение, за обольщением последовало подчинение. Перешло затем обольщение к мужу, перешло и подчинение. И как в начале спасения жены Бог верил мужу, потому что он не обольщился, говоря и к мужу твоему, влечение твое, и он будет обладать над тобою, Так и здесь, когда верная жена имеет мужа неверного, спасение мужа вверяет жене, говоря, Откуда, знаешь, жена не спасешь ли мужа? Что яснее этого может показывать, что рабство есть следствие не природы, а греха? Тоже нужно сказать и о рабах. Рабом ли ты призван? Не печалься. Видишь, как и здесь апостол показывает, что рабство есть пустой звук, когда при нем будет добродетель. Но если можешь сделаться свободным, то освободись. То есть, тем более оставайся в рабстве. Почему? Призванный в Господе раб свободен в Господе. Видишь ли, что рабство остается только по имени, на деле же свобода. Но для чего допустил верующему оставаться рабом? Чтобы ты познал превосходство свободы. Как сохранение тел трех отроков невредимыми среди печи было гораздо более удивительным при оставлении печи разжженной, чем при погашении ее, так гораздо большим и удивительным свидетельством о свободе служит продолжение рабства, чем уничтожение его. Поэтому апостол говорит, если и можешь сделаться свободным, освободись. То есть, оставайся или рабом, потому что обладаешь истиннейшей свободою. 752. Хочешь ли видеть это и до начальника? Навуходоносор был царем. Он разжег печь весьма сильно. И бросил в нее трех отроков, которые были юны, одиноки, беззащитные, рабы, пленники, не имевшие отечества. И что он говорит? Если воистину в седрах, месах и Авдинага, то богам моим не послужили и образу золотому, которого я поставил, не поклоняйтесь. Что же они? Смотри, как добродетель сделала их пленников, царственнее царя, и показала их возвышеннейший дух. Они отвечали с такой смелостью, как будто говорили не с царем, а с подданным. Не требуется нам, говорит, отвечать тебе. Мы представим доказательства не на словах, а на деле. Есть Бог на небесах, сильный изъять нас. Они напомнили о благодеянии Даниила, произнесший те же слова, которые сказал тогда пророк. Что он сказал? Даниила 2, 27. Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Так об этих словах отроки напомнили ему, чтобы сделать его милостивее. Затем говорят, 3, 18. Если же и не будет того, что да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Замечаем мудрость этих юношей. Что присутствующие не усмотрели слабости Бога в том, если случится, что они умрут, будучи брошены в печь. Они наперед исповедовали его могущество. Но чтобы с другой стороны, когда они спасутся от огня, не подумали о них, будто они служат Богу за награду и воздаяние. А они и прибавляют. Но если же и не так, то знай, царь, что служить богам твоим не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Таким образом, они возвестили силу Божию и показали твердость своей души, чтобы я об них не сказал кто того же, что дьявол клеветал на Иова. А что дьявол говорил на Иова? Разве зря Иов чтит тебя? Не ты ли оградил его со всех сторон? Так чтобы и об них не мог кто сказать этого, он наперед, они заградили бесстыдные уста. Но, как сказал я, пленник ли кто, раб ли, странник ли, живет ли на чужой земле? Если он ведет добродетельную жизнь, будет царственнее всех царей. Видишь ли, как разрешается рабство и жен, и слуг, и подчиненных. Вот я покажу тебе, наконец, как прогнан и страх перед зверями. Бросили некогда Даниила в ров в том же Вавилоне, но львы не осмели коснуться его. Они увидели сиявший на нем древний царственный образ, усмотрели те отличительные черты, которые видели у Адама до грехопадения. С такой же покорностью они пришли к Адаму и получили тогда имена. И это было не только здесь, но и с блаженным Павлом. Он, попав на варварский остров, сидел у горящего костра и грелся. Потом из хвороста выскочила эфидна и повисла на руке его. Что же было далее? Животное тотчас свалилось, так как не нашло греха, то не могло и ужалить. Как мы, когда хотим зайти на скользкую скалу, не находя ничего, за что можно ухватиться, падаем вниз. Будет ли внизу море или пропасть, так и это животное. Когда внизу был горящий костер, не найдя места, где грех открывал бы ему возможность ухватиться, и куда бы вонзил зубы, упало в горевший костер и погибло. Если хочешь, то укажу тебе и третий способ объяснения. Первый состоит в том, что согрешили не только предки, но и потомки. Второй в том, что добродетельно еще и в настоящей жизни. Испытывали более легкое рабство, лучше же сказать, совершенно освобождались от него. Как это показали мы относительно жен, подчиненных и зверей. Третий после этих способов состоит в том, что Христос, пришедший, обещал нам ныне благо большие тех, которых лишили нас согрешившие вначале. О чем плачешь, скажи мне? О том, что Адам согрешив, лишил тебя рая? Об этом плачешь? Исправься, поревнуй о добродетели. И я отворю тебе не рай, а самое небо. И не дам тебе потерпеть никакого зла от преступления первозданного. Ты плачешь о том, что Адам лишил тебя власти над зверями. Вот я подчиняю тебе и демонов. Будь только внимателен. Наступайте, говорит Христос, на змей и скорпионов, и на всю силу вражию. Не сказал, обладайте, как относительно зверей. Но наступайте, давая усиленную власть. Поэтому и Павел не сказал, Бог покорит сатану под ноги ваши. Но Бог сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Уже не как прежде. Ибо ты будешь поражать его в голову, он будет жалить тебя в питу. Но полная победа, совершенное торжество, всецелое уничтожение, сокрушение и гибель врага. Ева подчинила тебя мужу. Но я сделаю тебя, если хочешь, равночестную не только мужу, но и самым ангелам. Она лишила тебя настоящей жизни, а я дарю тебе будущую. Не стареющиеся и бессмертные, исполненные бесчисленных благ. И так пусть никто не думает, будто он потерпел вред ради предков. Если мы захотим достигнуть всего, что Христос обещал дать, то найдем, что Дана гораздо больше, чем мы потеряли. И сказанного ясно и остальное. Адам взял жизнь, исполненную труда. Христос обещал такую жизнь, в которой нет ни скорби, ни печали, ни воздыхания. Он обещал дать и царство небесное. Придите, говорит он благословенный отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Ибо алкал я и дали мне есть, жаждал и напоили меня. Был странником и приняли меня. Был наг, одели меня в темнице и пришли ко мне. Услышим ли мы этот блаженный глаз? Не могу очень настойчиво утверждать это, потому что мы слишком пренебрегаем нищими. Вот теперь время поста. Такие наставления и поучения о спасительных догматах. Непрерывные молитвы, ежедневные собрания. А какая польза от всего этого назидания? Никакой. Выходя отсюда, мы видим ряды нищих, чинно стоящих по ту и другую сторону. И так безжалостно проходим мимо, как будто перед нами столбы, а не человеческие существа. Мы так спешим домой, как будто видим бездушные статуи, а не живых людей. К этому побуждает голод, скажут. Но голод-то пусть заставит остановиться. Ведь сытые желудки, по пословице, не разумеют голодного. А голодные по собственной потребности способны понимать и чужую нужду. Лучше же сказать, и при этом не могут вполне понять всю эту нужду. Ты бежишь к готовому столу и не можешь потерпеть и немного. А бедный стоит до самого вечера, спеша и стараясь собрать насущный хлеб. И видя, что день окончился, а денег еще не собрано столько, сколько нужно насущный хлеб. Скорбит, волнуется и вынуждается делать то, что выше его сил. Вот почему вечером нищие налегают на нас сильнее. Клянутся, божатся, плачут, рыдают, протягивают руки. И поневоле делают без стыда весьма многое другое. Они боятся того, чтобы по удалению всех в дома не пришлось блуждать им в городе, как в пустыне. Как потерпевший во время дня кораблекрушения, ухватившись за доску, старается до вечера приплыть в пристань. Чтобы с наступлением ночи, оставшись вне пристани, не потерпеть окончательного крушения. Так и бедные, боясь голода, как кораблекрушения, спешат до вечера собрать столько денег, сколько нужно им на хлеб. Чтобы по удалению всех по домам не остаться им вне пристани, а пристань для них – руки помогающих. Но мы не трогаемся их несчастьями ни на площади, ни возвратившись домой. Напротив, и тогда, когда приготовлен для нас стол, часто наполненный бесчисленными благами, если можно назвать благом то, что мы съедаем в осуждении своего бесчеловечия, когда, говорю, приготовлен для нас стол, мы остаемся бесчувственными, несмотря на то, что слышим, как они ходят внизу по узким переулкам, громко кричат на перекрестках, страдает в глубочайшей тьме и совершенной пустоте, да и насытившись, отходя ко сну, и в это время слышу опять, что они громко стонут, оставляем без внимания, как будто слышим лай собаки, а не человеческий голос, и не обращаем внимания ни на время, как в позднюю ночь, когда все уже спят, один он скорбит, ни на маловажность просьбы, как он просит у нас хлеба или несколько денег, и ничего больше, ни на тяжесть его несчастья, как он борется с непрерывным голодом, ни на скромность просителя, как он, будучи угнетаем такой нуждой, не осмеливается подойти к дверям и стать близко, выражая свою просьбу внизу, на большом расстоянии, если получит, то высылает бесчисленные молитвы, а если не получит, то и при этом не произносит жесткого слова, не бронит и не ругает тех, которые могли бы подать и не подают. Напротив, как ведомый палачом на жестокую казнь, хотя просит и умоляет всех проходящих, не получает, однако, никакой помощи и без пощады приводится на казнь, так и этот, выводимый голодом, как палачом, на ночь к тяжкому бодрствованию, протягивает руки и громкими криками упрашивает сидящих наверху в домах, но, не встречая никакого человеколюбия, отвергается безжалостно и с большой жестокостью. Но ничто это не трогает нас, и после такого бесчеловечия мы осмелимся простирать руки к небу, просить Бога о милости и молить о прощении наших грехов. И не боимся того, что после такой молитвы упадет на нас молния после такой жестокости и бесчеловечия. Как, скажи мне, мы идем ко сну и на покой, не боимся того, что этот самый нищий приснится нам худой, грязный, одетый в рубище, печальный, плачущий и обвиняющий нас в жестокости. От многих часто слышал я, что, отказав во время дня в помощи бедным, ночью видели себя связанными веревками, влековыми руками нищих, терзаемыми и терпящими многие страдания. Но это только сон, призрак, временное мучение. А мы не боимся, скажи мне, того, что этого печального пьющего, плачущего нищего придется увидеть нам на лоне Авраама, как видел Лазаря, тот богач. Что следует отсюда, предоставляя почувствовать вашей совести? Те горькие и неумолимые наказания, то, как богатый просил воды, как не получил и капли, как горел язык его, как, несмотря на великую просьбу, не получил помилования, и как мучился бесконечно. Дай нам, Бог, не испытать этого, услышав угрозу на словах, избегнуть ее на деле. И, явив себя достойными любви правца Авраама, достигнуть одного с ним места по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом честь, слава, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.